Приветствую любителей аудио высокой верности. Сегодня я хотел бы рассказать про английскую аудиотехнику компании Amstrad с подзаголовком прямо из Лондона. Если вы когда-либо увлекались компьютерами и родились не вчера, то скорее всего вас зацепило цунами под названием домашний компьютер The X Spectrum. Это был бытовой компьютер, самая популярная версия которого на 48 килобайт памяти побывала во многих домах. The X Spectrum грузился с магнитофона, используя в качестве носителя информации кассеты с программами. В нашей стране мы пользовались преимущественно клонами этого компьютера, оригиналы нам были недоступны. Софт соответственно в СССР был также преимущественно пиратский. Впрочем, в то время в нашей стране таких понятий не было. Конечно же гигантскую популярность The X Spectrum получил благодаря нескольким ключевым моментам. The X Spectrum был действительно дешев. От 50 до 100 рублей, а в Англии 100 фунтов, а на самом деле дороже до 179. The X Spectrum загружался с кассет, а программу можно было переписывать с обычного магнитофона на обычный магнитофон, как любую аудиозапись. Можете представить, такие вот компьютерные аудиофилы существовали. Для работы The X Spectrum не требовал монитор. Компьютер можно было подключить к обычному телевизору. Огромное количество игр, а их насчитывается на сегодняшний день более 10 тысяч, и деловых программ было в коллекции этого компьютера. Легкость написания программ самостоятельно благодаря встроенному языку программирования Basic и уникальной системы ввода безошибочного набора команд, конечно же, были удивительные. На клавиши уже были нанесены команды Basic, и вам оставалось только нажимать клавиши с написанным на них командами, что, во-первых, исключало ошибки, а во-вторых, делало программирование легким и увлекательным даже для детей. Многие дети благодаря этому и увлеклись программированием, и даже не только на Basic, но некоторые и на Assembler. Еще одно. The X Spectrum целиком вмещался внутри собственной самой клавиатуры, поэтому мы легко могли захватить его в гости, поиграть в какие-то игры вдвоем. Как многие говорили, клавиатуру вижу, а где сам компьютер? Я знаю реальные примеры бизнес-использования ZX Spectrum в разных организациях и частными предпринимателями. Выходило также много прекрасных журналов. Спектрофон, ZX Review и очень много других. Можно зайти на сайт The X Press и увидеть там гигантскую коллекцию вот этого бесценного сокровища времен бытности The X Spectrum и почитать, насладиться непередаваемым чтивом. The X Spectrum был невероятно популярен в Англии. Ну, логично, так как его создатель Клайв Синклер, также вот англичанин, можно сказать и экстравагантный, то он делает маленький автомобиль, на котором страшно оказывается ездить, потому что вас никто не видит и готов проехаться по голове, то делает переносной телевизор, то калькулятор, то еще что-то. Даже 32-битный компьютер он сделал QL. Ну и так, вот Spectrum, он был очень популярен как в Англии, так и в других странах. Ну и в России, конечно же, в Испании и так далее. Клайве Синклер, идейному создателю Spectrum, даже присвоили звание рыцарь королевского ордена. Но вот в этом ведре с прорезями для глаз он не ходил, это можно сказать совершенно точно. Я самолично прошел огромное количество игр на The X-Spectrum 48K. До сих пор помню прекрасный Фантис, Бэтмена, Хитовер Хиллз, Барбариан. Причем, почему я так вот, Барбариан, говорю, ну ребята, это одна из любимых игр и я даже не помню уже на Spectrum или на, может быть, на IBM PC или еще на каком-то компьютере там произносилось вот это слово, название прям голосом. Так, голос, я говорил за кадром, Барбариан. И, ну, тогда это было круто. Я не знаю, это, наверное, все равно, что сейчас вы включаете игру, а вам она запускается в полной скорости, в разрешении какие-нибудь 128К, а не 4К. Ну, наверное, даже еще круче это было. Просто обычное слово, не синтезированное, а живое, цифровое, Барбариан. Также обожал Элит. В общем, доиграл там до звания Dangerous. И это не очень высокое звание, потому что все стремились там получить Дэдли или вообще Элит. Но там злые торгоняния, когда вы переходили в межпространственные переходы, могли, в общем-то, посражаться с ними. Ну, это они были крутые чуваки, они все были сами ранга Элит. Ну, а сегодня Дэвид Брэйбин, создатель Элит, он по-прежнему развивает Элиту. И вышла игра Elite Dangerous. Ну, в общем-то, я ее купил, как только она вышла. Ее особенность в том, что она сетевая, и она постоянно развивается. Это одна из самых красивых космических игр, где вы можете путешествовать по вселенной. И она все время обновляется, она все круче, круче, круче. И это происходит уже много лет. Это очень, конечно, круто. Также одной из любимейших игр на The X-Spectrum у меня был Freddy Hardest. Я просто обожаю. В общем-то, я из-за этой игры, из-за Freddy Hardest, Elixor, я, в общем-то, вообще The X-Spectrum купил. Так, настолько они меня поразили. Какой-то своей вот ламповостью, ну, какой-то атмосферой невероятной. Ой, это было потрясающе. Я, насколько помню, даже рисовал на The X-Spectrum в графическом редакторе артист, арт-студио и программировал на бейсике, не на ассемблере. Ассемблер у меня, это знакомый, программировал игры на ассемблере, с которыми я познакомился, конечно, намного-намного позже. А сам я вот на бейсике, да, писал и даже умудрился написать русификатор, которым лично сам пользовался, я написал лично для себя. Ну, там было что-то типа редактора, я мог сохранять результат с русским языком, с русскими надписями, на кассету, конечно же. В 80-х у The X-Spectrum было довольно много конкурентов. Шикарный Commodore 64, Atari, BBC Micro, MSX, Amstrad CPC. Чувствуете, повеяло названием темы обзора, Amstrad, да. В 86-м году компания Amstrad выкупила права на производство и создание новых моделей компьютера The X-Spectrum, хотя сама в то время обладала технически более совершенными компьютерами Amstrad CPC с лучшими цветами и т.д. Покупка бренда The X-Spectrum стоила Amstrad 5 млн. пунктов стерлингов, это во мне доллары. А с продажи нераспроданных Синклером машин она выручила даже немного больше. То есть Синклер, продав Spectrum, остался во-первых в прибыли, но оказалось, что даже Amstrad вышла в прибыль. Amstrad тут же начала выпуск и новых моделей The X-Spectrum, которые также в мире довольно известны. Может быть не все знают, что это Amstrad-овские. Это The X-Spectrum плюс 2 в 86-м году, The X-Spectrum плюс 3 в 87-м году, и The X-Spectrum плюс 2А и плюс 2Б в 87-м году, опять же в том же. Ну в принципе вот и все, да. История на этом закончилась. Эти машины уже были со встроенным магнитофоном. Ну то есть удобно, правда же? А позднее самая последняя версия The X-Spectrum плюс 3 были и с дисководом. Все выше было рассказано для того, чтобы вы понимали, что есть компания Amstrad, ранее звездная, а нынче она почти забытая. Компания Amstrad носит название от имени своего основателя Алан Мишель Сугард и трейдинг продажа. Вот Amstrad, трат это трейдинг, а АМС это Алан Мишель Сугард и продажа Алан Мишель Сугард. Вот так вот расшифровывается Amstrad. Amstrad была основана в 68-м году и предлагала, ребята, минуточку, недорогие Hi-Fi системы, телевизоры и кассетные плееры для автомобилей. Ее низкая цена достигалась, цена этой техники, конечно же, неудешевлением радиокомпонентов, за счет использования, представляете, корпусов из пластмассы. Amstrad владела технологией литья пластмасс под давлением, а в то время это было что-то такое типа ноу-хау. Тогда это было в новинку и конкуренты использовали более дорогостоящий метод вакуумной формовки. Amstrad, расширяя свое влияние, импортировала усилители и тюнеры на восток, а также предлагала их в Англии. В начале пути Amstrad была скорее аудиокомпанией, но уже в 84-м году предприняла попытку отобрать пальму первенства в производстве домашних компьютеров вот таких компаний, как Commodore и Sinclair с EXX Spectrum. В 90-е компания попыталась выпустить игровую приставку Amstrad GX-4000. Но 8-битная приставка в 90-е-то года, в эпоху 16-битной Sega Mega Drive, выглядела ну очень странно. Amstrad выпустил интересный гибрид компьютера игровой консоли. Эта вещь называлась Amstrad Mega PC. По сути, это был такой обычный IBM PC совместимый компьютер, но в корпус которого еще была встроена дополнительная Sega Mega Drive. Представляете, вы сегодня как будто сидите за компьютером, а у вас там есть щель для диска от PlayStation 5. Ну что-то вот типа такого это в то время было. Позже Amstrad уходит в телекоммуникационный бизнес. Сегодня Amstrad формально ликвидирован. Но на самом деле, свою бытность, она скупила довольно большое число разных компаний. И одна из них и сегодня носит название Amstrad PLC. И обладает таксами оригинальный Amstrad наряду с другими осколками Amstrad. Другие осколки это Wiglen. Поэтому, если вы слышите Wiglen, это тоже, ребята, Amstrad. В Wi-Fi сфере компания Amstrad была известна выпуском усилителей, радиотюнеров и готовыми, конечно, системами. Например, Amstrad CD1000, который включал в себя огромное множество компонентов. В комплекте шли EAS, акустические системы. Надеюсь, вы тихонько начинаете догадываться, что такое технология литья пластмасс под давлением. Да, Amstrad выпускала достаточно большое количество музыкальных центров, порой с интегрированным проигрывателем винила, а также телевизоров. То есть тех устройств, корпус которых мы привыкли видеть из пластмассы. Были и более привычные по виду бумбоксы от Amstrad. Например, Amstrad MD944. Amstrad также баловалась стереорекордерами и тюнерами. На фото вы можете видеть магнитофон Amstrad 3000, MK2 и тюнер Amstrad 7050. Помимо пластмассовых колонок Amstrad выпускали и акустику более классического вида. Например, Amstrad TS-882. Или еще, как пример, акустическая система Amstrad EX-250. По виду, конечно, не судят, все нужно слушать. Но только бумажный твиттер вызывает определенные сомнения в качестве воспроизведения, скажем так. У компании Amstrad были и более классического вида модели. Как минимум, это усилитель Amstrad модель X330. Его и рассмотрим подробнее. Внешний усилитель похож на многие популярные тогда модели. Например, на Kenwood K5700. Или, например, на Pioneer SA506. Характеристики Amstrad EX-330 были следующие. Год выпуска 1976 по 1979. Номинальная мощность 2 по 35 Вт при 4 Омах. Или 2 по 30 Вт при 8 Омах. Запротивление от 4 до 16 Ом. Внутри шла красивая надпись. Amstrad made in England. А именно внутри, когда вы снимали крышечку аппарата. Тон компенсация была Lodnis. Понокорректор. Размер был 42 на 33 и на 14 см. А масса. Тут уже разница информация. По некоторым данным, 7,9 кг. По другим источникам, 5,7 кг указано. Я затрудняюсь сейчас точно это сказать. Питание было 240 В. Да, вот так вот, 240. Как видим, характеристики достаточно стандартные для того времени. На самом большом конденсаторе была гордая надпись Amstrad 4700 мкФ. Корпус был как бы обтянут кожей. Такое я уже видел ранее в винтажных усилителях. Например, у меня был суперскоп, была 530. Он же Marantz. Ну, суперскоп это, в общем-то, Marantz есть. Там тоже он как будто был обтянут кожей и на ощупь. И, ну, по всем признакам, это было что-то похожее на кожу. Определённые усилия Amstrad приложила и к проигрывателям винила, предложив модель очень необычного вида. Ну, действительно, это было красиво, но необычно. Тонарм S-образный, но без серого привода. Ствол интересный. Но неясно, какая цель преследовалась с таким необычным, скажем так, видом, который походил на три лопасти. Уход от робота или просто это была такая экономия на стоимости классического диска. В завершении краткого экскурса я предлагаю посмотреть на кассетную деку производства Amstrad 7070. По модельному ряду Amstrad у меня не создалось впечатление, что компания серьёзно рассматривала Hi-Fi направление как основное. Скорее она пыталась войти во все перспективные направления. Телевизоры, компьютеры, игровые приставки, телекоммуникации, чтобы получить прибыль, предложив недорогие, скорее даже дешёвые, по крайней мере в плане себестоимости, решения. Хватаясь за всё подряд, компания не акцентировалась на каких-то мононаправлениях, пытаясь охватить необъятное и сорвать нежданный куш. В краткосрочной перспективе это давало убедительную прибыль. Например, покупка за X-Спектром сразу же принесла им прибыль. Но в долгосрочном мы видим, в чём приводят отношения, когда у компании нет дела всей её жизни, а есть всего лишь бизнес. Это, ребята, всего лишь бизнес. Сегодня мы делаем ТВ, завтра мы делаем тюнер, послезавтра мы делаем телефон или что-то другое, что на волне хайпа сегодняшнего дня. А потом, оказывается, про нас все забыли, потому что ничего действительно стоящего мы не создали. Хотя в отношении ZX-Спектром очень сильно можно поспорить. Понравилось видео, поддерживайте канал. Всем удачи и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!